И так, доброе утро! Мы идем на завтрак в нашей деревушке. Расскажу вам забавную историю. Здесь нет интернета, вот только в этом кафе появилась есть хоть какая-то, а так вообще мы уже почти сутки были без интернета. И мы сейчас пришли на завтрак, и завтрака... Хорошо. Пару скетвить по мужику. Хорошо. Клоунных кафе. И, короче, в описании завтрака было написано брискет. И мы не помнили, что такое брискет. И интернета нету загуглить. И мы спрашиваем официантку, что такое брискет. И она такая говорит, ну, это брискет, порезанный пополам. Вот. Я попросила стакан горячей воды. Потому что, когда я пила чай там, мне дали два пакетика чая. Я один. Вот. Сохранила. Сейчас заварю тормоз с чаем, чтобы у нас был. И будет красота. Я вам не показала машину нашу, на которой мы передвигаемся. Chevrolet. Такая вот большая, удобная. Все в нее помещается. С номером от Colorado. Мы приехали в парк. где катаешься на машине и смотришь на животных. И здесь просто на каждые 100 метров есть знак, предупреждающий, что нельзя кормить животных, что будьте осторожны, снижайте скорость, что очень много животных. Но мы не видели ни одного. Это должны быть олени в основном. Но, наверное, сейчас слишком жаркая, солнечная погода для них. И просто ни одного оленя. Я смотрю на людей, которые сейчас только заехали в парк, и они даже на специальных машинках таких, баги называются. И даже немножко жалко, потому что, во-первых, там пыль, а у них открытые машинки, а во-вторых, там нету животных. И они ничего об этом не знают, довольно счастливые туда заезжают. Вот мы и нашли ответ на вопрос, почему не было оленей в парке. Потому что они дорога пустили, чтобы сделать эту арку в городе. Классный тут такой городочек, миленький. Это я. Современный вариант, как ковра на снегу. Как быстрые ремни. Ого, там медведи. Мне кажется, Россия не до конца понимает, насколько прибыльно сделать нормальную инфраструктуру в таких местах туристических в плане природы. Допустим, озера какие-то, горы. И поставить всякие магазины, продавать сувениры, футболки. Поставить ресторанчики, кафешки, чтобы люди тусовались, кайфовали. Те же самые, там, аренда лодок, каких-то, может быть, машинок маленьких кататься. Это все столько денег, на самом деле, стоит. Плюс, еще можно отели же ставить. Это вообще очень прибыльно, мне кажется, для страны. Вот этот туризм. Ну, вроде... 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 Кишечка. Кишечка меня чуть не записала до смерти. Чуть не сгрызла. Осторожно, зная, собака. Это ожидание встречи с животными в Йеллоустоуне и реальность. Здесь реально просто гигантские горы. И этот отсек скрывают. Кто скрывает? Сюда можно зайти, посмотреть, что там происходит, как это все выглядит. Давайте зайдем и посмотрим. Ну, если быть честной, то... Такое странное ощущение. То, что это в лесу находится. И внутри так все выглядит по-другому, не как наша церковь. И... В общем, как-то жутко, честно говоря. Итак, мы были в вот этом вот магазине, который сзади меня. И купили продуктов. Самый прикол в том, что у них нет пакетов с ручками. И воду еще, галлон. Вот, сейчас вернемся обратно в домики. Вот они сзади в домики. И кинем продукта. Фу! Какая-то... Ау! Что-то меня укусило за руку. Кинем и пойдем поужинаем в кафе, в ресторане. Вот. Завтрак был очень вкусный. И я думаю, что ужин тоже у них классный. Вот наш домик, наша машинка. И сейчас расскажу вам смешную историю. Вот тут вот есть такая... Такой выключатель. Мы, честно говоря, не обращали внимания, что это. Я еще такая спрашиваю, что это. Это может быть электричество. Здесь можно выключать. Включать, оказывается, это лампа. И надо было на ночь наверняка выключить свет. А у нас и ночью. И сегодня весь день горел этот свет. Вау, тут еще блазок есть. Я не видела. И привлекал, наверное, комаров, всех мошек. Здесь нельзя никакую еду оставлять просто в доме или рядом с домом. Ничего выкидывать. Поэтому надо все брать. Выкидывать сразу в отдельные такие мусорки. Холодильников нету. Поэтому ничего нельзя прям купить, чтобы так поесть или приготовить. Вот, поэтому немножечко все это сложно. Принесли ужин. Рыбка. Пюрешко. Опять с шкурками, как я вчера говорила. И овощи. Принесли ужин. Субтитры сделал DimaTorzok То чувство, когда в холодной кабинке нет фена Ночью в кабинке очень холодно, нужно включать обогреватель ваку И он включается только периодически То есть он дует может минут 10, потом он включается, минут 15 и я опять начинаю дуть Фена нет, поэтому когда ты моешь голову, естественно ты попадаешь в холодную просто комнату И есть шансы заболеть Поэтому, что я придумала, это сушить голову возле обогревателя Но я уже чувствую, что здесь уже прохладный воздух пошел Это значит, что он скоро выключится Сегодня четко другое Сегодня вместо мяса сосиски Вместо жидкого желтка Скрамбл я заказала Приятного аппетита! Вот эта картошка просто топчик Крома, мажь масло Так вкусно вообще-то, ты столько пропускаешь 4 градуса сейчас? Ого! Но не чувствуется на 4 градуса, честно говоря Я думаю, теплее Не видно, но пар идет Вот, еще и за рта Вот, поели Я опять набрала термос Только, правда, вчерашней мы даже и не пили На сегодня, посмотри Открывай! Ой! Ира, это не наша, у нас сейчас Упс! Блин, мы начали открывать на нашу машину! Ужас! Хорошо у нее, хоть эта, сигнализация не сработала А прикинь, там эти чуваки сейчас в рестике сидят Такие думают, что за... Кто там наша машина мотается? Да, я посмотрела, там какие-то стаканы Там еще и наверху багажник был У нас же не багажник Кстати, нам очень хорошо, что мы рано пришли завтракать Потому что, когда мы сейчас уходили, там уже очередь на входе У нас опять фиеста в ресторане Вот Ну, потому что сегодня же воскресенье Сегодня все уезжают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, первая остановка Очень много маленьких и больших гейтеров Сзади меня самый большой, который находится в этой локации Солнце светит? Капец, я не могу открыть глаза даже, чтобы на камеру что-то сказать Но красиво Вот эти вот цвета очень красиво переливаются На фотках классно получается, ярко 150 лет назад Каждые несколько часов он делал огромный фонтан 17 метров из грязи в высоту Но с 1927 года эти фонтаны прекратились Ой, там прям такая, по-моему, ой, там смотри какая грязь Прям густая Я ей говорю, я ей сказал, что там прям вообще интересно Там прям видно, какая густая грязь кипит Ну давай, давай немножко повыше для кадра Грязь И здесь вот серный Серный бассейн Воняет, конечно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Мы добрались до долины, где пасутся дикие животные Конкретно сейчас там куча бизонов И можно даже слышать, как они рычат Ого Слышишь? Прикинь, верно, на дроне вот так пролетит? Да, было бы круто к ним подлететь Распугляют их всех И они бы побежали И они бы начали бегать и бежать в сторону дороги Животных увидели, галочку поставили Гейзеров тоже куча Водопад Короче, вроде бы посмотрели все Укладываемся Я просто переживала, потому что по отзывам говорят, что нужно прям полноценно несколько дней провести в одном парке А у нас было три дня на два парка Но А в итоге наш вердикт То, что Йеллоустон круче, чем Тетон Хотя нам Убер Убер, водитель Убера сказал, что ему Тетон больше нравится Ну, это у кого какие предпочтения Просто в Тетоне, короче Там горы Вот, там реально очень классные, красивые горы А здесь гейзеры, водопады Много каких-то природных явлений интересных Которые интересны для нас Потому что мы из Вашингтона У нас там дофига гор И нам это не так привлекает А вот гейзеры, да, круто Вот такие дела А еще у меня губа треснула Потому что я вчера Позавчера весь день мы на солнце болели У меня сильно обгорели губы Высохли Вот Такие вот новости к этому часу Вчера в магазине увидела такие вот палочки Которые можно макать в сыр А я до этого видела только сыр этой марки А с палочками еще нет Такая прикольная упаковка Пять таких штучек Такая прикольная упаковка Смотрите, картинки Пикник во время хайка Самое то А еще у меня есть Принглс Ну не подумайте, я не ем одну сухомятку Мы нормально завтракали Просто это перекус Вот это очень мощное место Здесь прям долина гейзеров Такая голубенькая вода Вот это место точно стоит посетить Хотя На картинках, на фотках Оно выглядит ну так посредственно И когда я фоткала Тоже не передает все, что там есть Красиво Там очень классная дорожка Вот эта пешая Через все кратеры Гейзеры точнее И прям впечатляет Там еще есть парочка таких прям больших Вот Короче понравилось Но обратно когда поднимаешься Выдыхаешься Прям Хочется спить Быстрее в машину с кондером Я специально сохранила Несколько кадров на своем полароде Чтобы сделать кадры Именно отсюда Знаете, есть некоторые гейзеры Которые Там даже написано на табличках То, что они Периодически Выбрасывают воду И это невозможно предсказать И вот некоторые Там достигают Выброса Достигают 100 метров Какие-то там 3 метра Там каждый час Выброс идет И получается, что Это Это точно такой же гейзер Как и те маленькие Которые Через столь и 200 лет Как бомбанет Что мало не покажется никому Вы просто Представьте Какая здесь Площадь этого гейзера И какая мощь была У тех маленьких Которые мы видели Реально Как ученые предполагают Не останется вообще Наверное, ничего На этом континенте Да Это Заставляет подумать Задуматься об этом Место Очень красивое Ни на что не похоже Вот эти вот цвета Оранжевые Светло-голубые Такие зеленые Какие-то вообще Непередаваемые На видео Вроде бы получается Довольно-таки Неплохо Я еще подкрашу Вот А сама поездка У нас было полноценные Три дня здесь Два дня в Йолустоне Один день в парке Гран-Тетон И этого вполне достаточно Ну как по нашим ощущениям Нам не кажется Что мы мало посмотрели Или нам не хватило времени Нам было самый раз Вот Поэтому три дня На два этих парка Отлично Главное Планировать Своё время Парки стоят 35 долларов Вход И в Йолустон И в Гран-Тетон Но если вы купите ПАС На все парки США То вы Один раз платите 80 долларов И можете Сколько угодно Любые парки заезжать Вот Но Знаете Какое самое главное Правило В этих парках Если вы видите На въезде Что люди паркуются Уже на обочине К въезду В какое-то место То паркуйтесь Тоже Также у обочина Если видите место Потому что На самих паркингах Мест точно не будет И вам придется Во-первых Стоять в очереди А потом все равно Идти пешком До этого места Вот Это вот такая вот Мудрость По завершению Нашей поездки Олей Это первая остановка Йолустон в парке Не знаю Сколько градусов Но явно Очень горячо Вау Ого Мы начали открывать На нашу машину Итак Завершением нашей поездки Это вот такая вот Вывеска Йолустон То что мы покидаем Этот парк Я очень надеюсь Что вам понравилось Это видео Так что обязательно Поставьте лайк Не забудьте Потому что я очень старалась Много снимала И нам остается Ехать всего полтора часа До города Боузмана Откуда мы приехали Откуда прилетели Точнее Куда мы прилетели После Сиэтла И откуда вылетаем Я надеюсь Что скоро будет Уже новое видео Так что не прощаемся Надолго Всем спасибо за просмотр И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok